Об итогах работы прокуратуры Севастополя за неделю мы рассказываем в рубрике «Прокурорский надзор». С 26 по 30 ноября надзорное ведомство провело 29 проверок исполнения действующего законодательства. По итогам прокурорских проверок перед следственными органами инициировано одно уголовное дело. Работники прокуратуры приняли участие в 208 судебных заседаниях. Для разрешения в прокуратуру поступило 419 обращений граждан и юридических лиц. О некоторых выявленных нарушениях закона, которые удалось пресечь, мы расскажем в коротком обзоре. По искам прокуратуры Нахимовского района Севастополя суд обязал госпитализировать в противотуберкулезный диспансер лиц, которые уклонялись от лечения. Во время проверки работники надзорного ведомства выявили четырех человек с открытой формой туберкулеза, которые отказывались от лечения и госпитализации. Прокуратура района в суд направлена на четыре исковые заявления к указанным гражданам о принудительной госпитализации. Решениями Гагаринского районного суда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Суд постановил госпитализировать ответчиков в медицинскую противотуберкулезную организацию для прохождения лечения. Решения в законную силу не вступили. Прокурорам Ленинского района Севастополя удалось добиться выплаты задолженности по зарплате работникам коммерческой организации «Гидропромстрой» в сумме более 8 миллионов рублей. Установлено, что на предприятии за период август-сентябрь 2018 года перед 167 работниками образовалась задолженность по зарплате в размере 8,2 миллионов рублей. По результатам проверки генеральному директору ООО «Гидропромстрой» внесено представление об устранении нарушений закона. После вмешательства прокуратуры района задолженность по зарплате погашена в полном объеме. Работники управления по эксплуатации объектов городского хозяйства правительства Севастополя вовремя не оплатили работу по капитальному ремонту кровли, которую выполняла компания «Стройремсервис». Нарушение выявила прокуратура Ленинского района во время одной из проверок. По результатам проверки прокуратуры района в отношении бывшего исполняющего обязанности директора казенного учреждения возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения, крымским управлением Федеральной антимонопольной службы виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. Согласившись с позицией прокуратуры, суд отказал проектировщику в разработке проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Прокуратуру Ленинского района по результатам проведенной проверки установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью «Магистраль» с целью победы в открытом конкурсе предоставили в составе заявки подложные документы. Контракт с фирмой-проектировщиком «Магистраль» был заключен на 16 миллионов рублей, но после проверки надзорного ведомства расторгнут в одностороннем порядке. Не согласившись с расторжением контракта, магистраль обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительности одностороннего отказа от исполнения государственного контракта, который судом не удовлетворен. Решение суда вступило в законную силу.